Когда звучит диагноз «рак», привычная картина мира меняется навсегда. Переписываются планы, смещаются приоритеты, становятся совсем другими цели и мечты. В самом начале это всегда история о страхе и растерянности, затем — о поиске и выборе, и уже позже — о силе и уверенности, что болезнь проиграет. Екатерина в свои 24 года уже занимала руководящую должность, а все свободное время посвящала легкой атлетике. Карьерный рост, масштабные планы на будущее, покупка собственного жилья, пусть и в кредит — лишь одно портило настроение. Катя стала ощущать какой-то дискомфорт в груди. От проблемы поначалу старалась отмахнуться, но, потерпев какое-то время, все же вынуждена была обратиться к врачу. Тот успокоил — просто мастопатия, лекарства помогут. Но лекарства закончились, а боль осталась. Поэтому Катя обратилась в местную частную клинику. Предварительно диагноз там отменили и предложили пройти обследование. УЗИ, маммография, биопсия — большого значения всем этим процедурам Катя не придавала, ведь была уверена, что у нее все в порядке. О диагнозе ей сообщили даже не в кабинете, а прямо во дворе клиники, на скамейке у входа. «Катя, у вас есть богатые родственники?» Эта фраза очень удивила девушку и даже заставила немного растеряться. «У вас рак третьей стадии, и если у вас нет родственников, которые смогут оплатить лечение, мы вас не спасем». Вынеси вердикт, врач поднялся и ушел. Но сумму на лечение собрать все же удалось. Основную часть суммы выделила предприятие, где Катя тогда работала. Была трудная операция, несколько сеансов химии, 30 сеансов радиотерапии. Радиолог попался Кате не очень грамотный, а оборудование давно устаревшее, что привело к серьезным ожогам. Реабилитация была трудной, но спорт помог ей восстановиться и забыть о болезни на долгих 12 лет. За время ремиссии Екатерина открыла собственный фитнес-клуб, встретила мужчину, сыграла свадьбу, родила замечательную дочку. Врачи категорически запрещали иметь детей из-за риска рецидива, но она рискнула, ей очень хотелось стать счастливой мамой. Тая немного подросла и стала спрашивать маму, что за шрамы на ее груди. А когда узнала причину, взяла с мамой обещание больше никогда в жизни не болеть. Катя дала обещание и снова заболела. Рак вернулся в 2020. В этот раз Екатерина была готова, она знала, что и как будет делать. Сразу обратилась в частную клинику, где работали специалисты из Израиля и по зарубежным технологиям. Там она впервые узнала, что такое ПЭТ-КТ. Катя еще не знала, как будет оплачивать счета, но ей вновь помогли. В этот раз необходимую сумму без ведома самой Кате стали собирать в ее фитнес-центре. Собирали всем городом, но организовали любимому тренеру качественную терапию. Она была вынуждена пройти тот же путь. Операция, химия, радиотерапия. Уже совсем другого уровня и качества. И вот она снова в ремиссии. Она активна и жизнерадостна. Она любящая дочь, сестра, мама, жена. Яркая и неординарная личность с позитивным мышлением и огромной жаждой жизни.